Сегодня в шоу Ларри Кинга Далай-Ламы, один из самых известных духовных лидеров в мире о своем 80-летии. Недавно я беседовал с одним специалистом по коленным суставам. После того, как он меня осмотрел, он сказал, колени у вас уже не те. Ничего не поделаешь. О его попытке призвать к состраданию в цифровом пространстве. Сострадание – это когда ты заботишься о благополучии других и уважаешь чужую жизнь. При такой убежденности невозможно вести себя агрессивно, обманывать, убивать. О неспокойной ситуации в мире. Главное противостояние идет между силой оружия и силой правды. В коротком временном промежутке решающей, более действенной оказывается сила оружия, но в длительной перспективе правда гораздо сильнее. А также Фредди Гонзалес в Фейсбуке спрашивает, считаете ли вы, что Земля – единственная планета в космосе, где есть жизнь? О нет. Все это в шоу Ларри Кинга. В эфире шоу Ларри Кинга. У нас в гостях Нобелевский лауреат, один из самых известных духовных лидеров в мире – Далай Лама, 14-й. Он отмечает свое 80-летие поездки в США на Всемирный саммит сострадания. Вместе с друзьями он проводит кампанию, призывая людей в честь его юбилея, документировать акты сострадания в соцсетях. Беседовать с ним всегда большое удовольствие. У нас уже было много интервью. Рад вас видеть. Мы с вами почти ровесники. Мне 81, вам 80. Каково это – чувствовать себя 80-летним? Я вспоминаю прошлое, свою жизнь. И думаю, прежде всего, моя личная практика сейчас, когда мне 80 лет, с каждым десятком лет некоторым образом развивается. Вы чувствуете себя на 80? На 80? Недавно я беседовал с одним специалистом по коленным суставам. После того, как он меня осмотрел, он сказал, «Вам уже не 18, а 80. Так что колени у вас уже не те. Ничего не поделаешь». И это напоминание мне о том, что теперь мне 80. Понадобится операция? Нет. Нет? Хорошо. Кроме того, конечно, как люди религиозные, как люди верующие, мы практикуем альтруизм или сострадание. И я прилагаю определенные усилия, чтобы продвигать любовь и доброту не на основании религиозных убеждений, а просто на основании того, что мы люди. Человеческая природа в самой своей основе предполагает больше сострадания. Но это поэтому я пытаюсь донести до других то, что потенциал у всех нас одинаковый, добросердечие, ключ к тому, чтобы обрести силу и мир внутри себя. По-вашему, проявление сострадания в жизни помогает вам жить дольше? Да. Вне всякого сомнения. Некоторые доктора, врачи также говорят, что противоположное сомнение состояние, постоянная злоба, страх, пожирают человеческий организм. А чувство сострадания очень полезно для поддержания нашего здоровья. Так что я иногда в шутку говорю людям, мирное сознание укрепляет здоровье. Взгляните на моё лицо. Да, достаточно взглянуть на это лицо. Вы едите три раза в сутки? Едите ли вы мясо? У вас здоровый рацион? Как буддийский монах, я не ужинаю. Не ужинаете? Не ужинаю. А медитируйте каждый день? Да, конечно. Примерно по пять часов. Пять часов? Да. Когда происходят ужасные события, например, человек устроил стрельбу в церкви в Южной Каролине, у вас не возникает сомнений в вашей религии, в вашем чувстве сострадания, когда вы видите, что люди совершают подобное по отношению друг к другу? Такие вещи на самом деле убеждают нас в том, что нам необходимо прилагать больше усилий, чтобы рассказывать другим о ценности сострадания. Сострадание – это когда ты заботишься о благополучии других людей и уважаешь чужую жизнь. При такой убежденности невозможно вести себя агрессивно, обманывать, убивать. Но когда вы видите, что это происходит, значит, сострадания не хватает. Вам не кажется, что ваш сигнал не доходит? Нет. Понимаете, сигнал не совсем правильно направляется. О том, что нужно любить друг друга, нужно рассказывать не только внутри церкви, но и в повседневной жизни. И я убежден, что в сфере образования от детского сада и вплоть до высших учебных заведений необходимо ввести определенный урок о духовных ценностях, на котором бы детям объясняли устройство нашего сознания или наших эмоций. И общество при помощи такого образования станет другим. Существующее на данный момент современное образование очень сильно ориентировано на материальные ценности. Духовные ценности не особо рассматриваются. Этому не учат. Хорошо сказано. Вы на год старше меня. Вы с этим согласны? Согласен, и я мудрее. Да, да, да. Я живу дольше. У вас больше опыта, да? Да. Но ваш опыт больше материалистический. Да, в школе меня этому и учили. Совсем недавно вы встречались с бывшим президентом Джорджем Бушем-младшим. Вы с ним очень близки. Да. И день рождения у вас, тогда же, когда и у него, верно? Да, да, да. Вы говорили, что восхищаетесь тем, что он всю жизнь демонстрирует приверженность идеалам свободы и демократии. Можно ли сказать, что он всю жизнь демонстрировал свою приверженность Тибету? Да. Верно. Наша дружба на протяжении всех этих лет не меняется. Не меняется. Это хорошо. Я люблю его как человека. О некоторых его действиях, как политика, я по-дружески говорил ему «Насчет некоторых ваших политических шагов у меня есть сомнения». Он смеялся. Когда он был президентом, после того, как произошел иракский кризис, у меня была возможность встретиться с ним в Белом доме. И я ему сказал, «Я вас люблю и уважаю, но некоторые ваши политические шаги вызывают у меня сомнения». Кстати, с днем рождения. Я же вас не поздравил. Спасибо. И желаю вам еще много таких дней впереди. Вы в изгнании с 59-го года, верно? Верно. Прошло уже столько времени, многое забывается. Напомните нам, почему Китай вынудил вас бежать. Это долгая история. Расскажите вкратце. Вкратце? Китайские войска вошли в Тибет во имя освобождения. Освобождения от темного, скажем так, отсталого феодального режима. В принципе, намерения благие. Но потом они попытались взять под контроль все сферы жизни Тибета. включая духовную сферу и образование. Вместо того, чтобы прислушаться или изучить обстановку на местах, они стали навязывать свои убеждения силой. Но это становилось все хуже и хуже. осенью 1954 года я отправился в Пекин, где несколько раз встречался с председателем Мао Цзи Дуном. Тогда у меня действительно появилась надежда и уверенность в том, что мы сможем работать под началом председателя Мао Цзи Дуна. Более того, поведаю вам о своих взглядах в том, что касается теории социальной экономики. Я марксист. До сих пор марксист. Вы марксист. Опасный человек в капиталистическом государстве. Сама концепция социализма вызывает у меня восхищение. Однако, как мы видели, в самом Китае в конечном итоге сложилась очень непростая ситуация. Тоталитаризм, репрессии, пострадал и Тибет. Вас изгнали в 1959. В 1958. В 1959 ситуация вышла из-под контроля. Другого выхода, кроме бегства, не оставалось. И вы ни разу не возвращались? Нет. Считаете ли вы, что Китай и Тибет когда-нибудь... Как думаете, Тибет получит автономию? Думаю, да. Посмотрите, что происходит сейчас. Новый председатель Си Цзиньпинь открыто сказал, что буддизм крайнее, важная часть китайской культуры. Значит, у вас есть надежда? Да. Но ведь в Китае издают предупреждение, чтобы люди не праздновали ваш день рождения. Да. Сторонники жесткого курса, думаю, с их точки зрения это вполне логично. Некоторые официальные лица считали меня демоном. Естественно, празднованию дня рождения демона нужно помешать. Чего они боятся? Правды. Как бы ни было тяжело, правда, честность, прозрачность для меня всегда дело принципа. Мы не стремимся к независимости и отделению. Нам нужна значительная автономия внутри Китайской Народной Республики. Вот залог сохранения тибетского самосознания, языка, богатого культурного наследия. То есть вы настроены оптимистично? В общем, да. Об этом можно сказать так. Главное противостояние идет между силой оружия и силой правды в коротком временном промежутке. Решающей, более действенной, оказывается сила оружия. Но в длительной перспективе правда гораздо сильней. Вы говорите о сострадании и любви и при этом видите, что творится в мире. Как же вы сохраняете оптимизм? Я верю, что в мире будет счастье и сострадание, потому что человек по природе своей склонен к состраданию. Ведь жизнь начинается с материнской любви. Да. А недавно ученые выяснили, что спокойствие разума тесно связано с состраданием. Поэтому в наших же интересах, чтобы поддерживать физическое здоровье, нужно, чтобы разум был в покое. мы иногда говорим здоровый разум, здоровое тело. Связь очень тесная. Поэтому если смотреть объективно, то человек по природе своей склонен к состраданию. А счастье и радость очень сильно зависят не от материалистических благ, а от духовных ценностей. В свой день рождения его святейшество хочет, чтобы в мире стало больше состраданий. Как этого достигнуть? Об этом во второй части программы. Мы продолжаем беседовать с его святейшеством Далай-ламой, которому недавно исполнилось 80 лет. Он один из наиболее выдающихся людей в мире. Знать его лично большая честь. Вы сказали, что в мире было бы меньше конфликтов, если бы на руководящих должностях были женщины, верно? Да, да, верно, я так считаю. Значит ли это, что вы поддерживаете таких кандидатов, как Хилари Клинтон? Будете ли вы участвовать в ходе американских выборов? Нет. Нет. В том, что касается политики, я сохраняю нейтралитет. Почему? Какую пользу нам принесет то, что у власти будут женщины? Опять же, по мнению ученых, женщины острее чувствуют боль другого человека, чем мужчины. Поэтому мне иногда кажется, что если на ответственных постах будет больше женщин, то возможно станет меньше насилия. к вопросу о сочувствии. У вас были доверительные отношения с вашей матерью? Да, и даже очень. Моя мама была простой, необразованной и неграмотной крестьянкой, но очень любящей матерью. я тогда был младшим ребенком в семье, и она очень ласково со мной обращалась. Я рос в деревне, и игрушек у меня не было. Мама носила меня на плечах, и я был рад. при этом она выполняла всякую сельскохозяйственную работу, а я все время был на плечах. В итоге я стал относиться к ней чуть ли не как к лошадке. Я держал маму за уши, хочу в ту сторону, хочу в эту сторону. Когда она не слушалась моих указаний, я начинал кричать и молотить ногами. Ваша мама много пожила? О, да, больше 80 лет. Она была очень-очень доброй. Мы ее дети, насколько я помню, практически никогда не видели ее рассерженной. Просто потрясающе. Вам 80, и мы не молодеем. Как насчет преемника? Кто будет следующим Далай-ламой? Этот вопрос не имеет ко мне отношения. Еще в 1969 году в своем официальном заявлении я сказал, что судьбу института Далай-ламы должен решать тибетский народ. Вы хотите, чтобы люди сами выбирали следующего Далай-ламу? Решение за тибетским народом. Если большинство решит, что в институте Далай-ламы больше нет необходимости, тогда он автоматически прекратит свое существование. Как я упомянул ранее, в политическом отношении я добровольно ушел под ставку. Ясно. Вы молитесь Богу? Богу в каком смысле? А в каком смысле вы воспринимаете Бога? Считаете он есть? Есть теистические религии, основная концепция которых вера в то, что есть создание и есть Бог. Бог как творец, а есть религии не теистические. есть древняя индийская религия, на санскрите есть слово сангам. Так вот есть эта философия, философия индуизма, есть философия джайнизма, есть философия буддизма. У нас нет понятия Бога творца. Конечно, как буддист я верю в Будду, но для меня он учитель. Не божество. Не божество, не создатель. Есть некая концепция самосотворения. Будда сказал «ты сам себе хозяин и все зависит от тебя». Верите в реинкарнацию? Да, верю. В реинкарнацию или в перерождение. Во многих индийских учениях есть концепция перерождения. То есть у вас была прошлая жизнь? Да. Теистические религии учат тому, что наша настоящая жизнь дарована Богом. Это тоже очень мощная концепция. Она формирует некое чувство близких отношений с Богом. Какова сущность Бога? Я думаю, один из аспектов, одно из определений – это безграничная любовь. То есть мы – создание безграничной любви. И это внушает определенные убеждения. Во вы надеетесь встретиться с папой римским Франциском? Да, конечно. Как вы к нему относитесь? Очень хорошо. Я думаю, он очень практично настроенный человек. Всемирный саммит сострадания, вы проводите его повсеместно или только здесь? В разных местах. Считаете, большинство людей по природе своей сострадательны? Да, я так считаю. Вы в это верите? Нет, ученые это утверждают. Они проводили исследования и заключили, что по своей глубинной природе человек склонен к состраданию. И вы чувствуете сострадание к тем, кто причинял вам вред? Да, конечно. То сострадание, о котором мы говорим, это непредвзятое сострадание. Даже у животного может быть определенное чувство близости по отношению к своим родным и друзьям. Однако это предвзятое сострадание, оно не может распространиться на врага, потому что такое сострадание очень сильно ориентировано на то, как к тебе относятся другие. А настоящее сострадание вырабатывается с помощью тренировок и от отношения других не зависит. Как бы они к вам ни относились, они люди, а значит заслуживают нашего сострадания. Когда мы беседовали с вами в феврале прошлого года, вы поддерживали равенство браков. Сейчас Верховный суд США признал, что однополые браки – это нормально. У вас никаких вопросов по этому поводу? Вопросов нет. Разумеется, есть люди верующие, которые, я думаю, должны действовать в соответствии с собственными религиозными традициями. А для обычных людей, которые не особо серьезно относятся к своим религиозным традициям, это нормально. У нас несколько вопросов из соцсетей. В Твиттере спрашивают, сколько у вас наручных часов? И еще, считаете ли вы, что в жизни нужно придерживаться временного графика? Да, эти вот часы кажутся в начале шестидесятых. Один мой переводчик, кстати, назначенный индийским правительством, он подарил вам. Мы поменялись. У меня были часы с золотым, золотым, как это называется? С золотым браслетом. Я такие не ношу. А у него вот эти часы, старые, зато показывают дату. И мы с ним поменялись. Стало быть, за временем вы следите. Продолжаем. Энни Смит в Фейсбуке спрашивает, приходилось ли Далай-ламе влюбляться? И как вы вообще живете без второй половины? Вы когда-нибудь любили женщину? Да, иногда, когда я вижу красивую женщину, то думаю, какая красивая. Но я никогда не чувствовал чего-то такого физического влечения. Никогда не чувствовали? Даже в своих снах я монах, давший обед. Вы всю жизнь соблюдаете обед безбрачия? Да, когда мне снится, что я встречаю какую-нибудь красивую женщину, я сразу же вспоминаю, что я монах. Так что в моем сознании монашество это самое дорогое. В своих снах я никогда не думал. я далай-лама, но часто думал, я монах. Этим я по-настоящему горжусь. Те люди, которые постоянно говорят о сексе, сексе и сексе, женятся, разводятся, опять женятся, разводятся, я думаю, ооо... Не сыпьте соль на рану. Вам никогда не казалось, что вы что-то упускаете? Нет, я ничего не упускаю. Вопрос в Твиттере. За две тысячи лет цивилизации не научились ли мы тому, что людям нельзя доверять мощь религии? Что люди потерпели неудачу? Повторите, пожалуйста. Считаете ли вы, что человечество потерпело крах? Так думал Марк Твен, что мы провалились. Кстати, Билли Грэмм тоже так считает. Религии мира учили гуманности, но мы не живем по таким принципам, мы воюем. Я считаю, что религия, любая религия, в том числе буддизм, на протяжении двух тысяч лет была огромной помощью для человечества, но недостаточной. Особенно сегодня. То есть это помощь, но ее мало? Из семи миллиардов, один миллиард неверующих. И что еще важнее, среди верующих есть люди развращенные. Это показывает, что религиозные учения не выходят на нужный уровень. Нам необходимо найти иной путь обучать людей важности духовных ценностей, не опираясь на религию, а более светским путем. этому я всецело привержен. Дженни Меркл в Фейсбуке спрашивает, если бы вы могли поужинать с любым из мертвых или ныне живых людей, кого бы вы пригласили? Кого бы? Не надо делать акцент на формальной стороне. Важно, чтобы это был человек. Тогда я был бы рад. Если формальностей слишком много, мне это не нравится. Хотели бы поужинать с Христом? С Христом? Один раз меня спросили, если бы у вас была возможность встретиться с Иисусом Христом, какой бы вопрос вы ему задали? И я подумал, что спросил бы о сущности Бога, Его Отца, или Святого Духа. Мне бы хотелось узнать больше. Мне тоже. Фредди Гонсалес в Фейсбуке спрашивает, читаете ли вы, что Земля единственная планета в космосе, где есть жизнь? Нет. В буддийской литературе говорится о бесчисленных мирах, бесчисленных галактиках. Так что, я думаю, если мы, руководствуясь здравым смыслом, зададимся вопросом, неужели в бесчисленных галактиках, среди бесчисленных планет, только на этой планете есть люди, мне кажется, это трудно сказать. Согласен. Оглядываясь в прошлое, что вы считаете своим наибольшим достижением? Чем вы больше всего гордитесь? Не знаю. Трудно сказать. Иногда я чувствую, вот уже более тридцати лет я веду серьезную дискуссию с учеными. Как правило, мне интересен диалог между буддийской наукой и наукой современной. Я думаю, никто больше такой дискуссии не начинал. Можно сказать, это одно из моих достижений. Вы открыли диалог. И еще, касательно Тибета, женские монастыри, по крайней мере, несколько веков, там не было практически никакой традиции тщательной научной подготовки. Когда мы оказались в Индии, кажется, в 60-е, начале 70-х, я принял решение и призвал все женские монастыри проводить тщательную научную подготовку. Спустя 20-30 лет мы увидели, что некоторые монахини стали высококомпетентными учеными. Это я тоже считаю одним из своих достижений. Вы боитесь смерти? Нет. Это часть природы. Часть нашей жизни. Рано или поздно она наступает. Кстати говоря, я повседневно, в рамках своей практики, стараюсь зрительно представить себе процесс смерти. Это подготовка к настоящей смерти, когда она наступит. Но насколько я к тому моменту преуспею в своей практике, я не знаю. Спасибо вам, ваше святейшество. Для меня всегда большая честь беседовать с вами. Спасибо вам. Спасибо. У нас в гостях был его святейшество Далай-Лама, замечательный человек и собеседник. Спасибо. 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 Спасибо.